Уважаемые коллеги, давайте тогда начнем наш разговор. Я предлагаю такую манеру, что если что-то непонятно, я думаю, не обязательно ждать до конца. Если хотите, давайте тогда задавайте вопросы по ходу, чтобы не забылось. Так, вопрос. Мы делаем перерыв или подойдем? Обычно без перерыва. Может потом уйти на послалку. Все, вопрос нет. Хорошо. Мне тогда надо закончить 15.00, да? Да. Хорошо. Уважаемые коллеги, я сегодня хотел бы обсудить с вами то, что происходит в современной теории и, соответственно, показать некоторые, как дальше развивается современная теория гравитации, вот сегодня, сейчас, хотя и посвятить несколько слов про тем историческим попыткам, которые были, которые не оправдались, но которые оставили довольно значительный вклад во многом, включая газеты, например, судебные преследования и так далее. Ну вот в качестве одного из, так сказать, иллюстраций хотелось бы показать довольно забавную картинку. Вот. Действительно, я так, людям, которые не работают в современной теории, часто кажется, что вот это многообразие теорий, оно представляет из себя вот-вот тот самый хаос. Вот. Вот я постараюсь, может быть, сегодня несколько, ну, как-то показать основные направления, показать основные идеи. Значит, давайте сначала вспомним, что такое общая теория относительности, от которой мы все пляшем. Значит, вот это вот как раз хотел тоже показать, ну, иллюстрацию к тому, что такое современная теория относительности. Заметили, да? Так и так. Вот. То есть, на самом деле, картинку я эту тоже поставил не просто так, а для иллюстрации, что на любую проблему можно смотреть с разных сторон. Ну, как вот примерно вот на этого, так сказать, зверя, так сказать, который может быть таким, может быть таким. И поэтому это то же самое, как в любой проблеме. На любую проблему можно пытаться смотреть с разных сторон. И как-то может быть в какой-то ситуации ее рассматривать или так, или так. Ну и так, давайте вспомним, что такое общая теория относительности. Значит, если мы вспомним книжку Ландау-Лишиц «Теория поля», то мы вспоминаем, что основным методом работы является Лагранжиан. Но это еще идет из теоретической механики. Более того, как известно, вот этот Лагранж жил давно, и вообще за последние 300 лет у математиков было достаточно много времени, поэтому формализм отшлифован очень неплохо. Итак, Лагранжан. В Лагранжаном теория относительности в минимальной версии осматривается просто скалярная кривизна. Ричи Скейла. Вы спросите, что-то хотели? Нет. А, нет, вы руку подняли, поэтому начнем. Ричи Скейла и Скаля Ричи, если переводить с англоязычных статей, И это, так сказать, минимальный вариант теории относительности. Значит, в этом варианте имеются уравнения Гильберта Эйнштейна. Напомню, что это просто уравнения Лагранжа Эйлера, которые имеют вот структуру. Левая часть называется, напоминаю, Тензор Эйнштейна. Справа у нас стоит материя. Соответственно, это означает, что гравитация и гравитационное поле зависит от характеристик той материи, которая у нас с вами стоит. Основной, ну, естественно, что в теории относительности при разных типах симметрии есть разные метрики. Ну, как вы видите, сходу это уравнение второго порядка, поэтому без граничных условий, ну, даже и с граничными условиями, на самом деле, тоже асимптотическая плоскость на бесконечности, оно имеет бесконечное количество решений. Самое простое решение, которое, опять-таки, я пока только напоминаю, было получено Карлом Шваршидом, и это сферически симметричная, асимптотически плоская черная дыра. Вот метрика, вот мы вот так записываем метрическую функцию. Ну, я вот, может быть, вот, ну, это вот элемент, так сказать, угла. Я специально записал в таком виде, обычно, конечно, записывают сразу сюда, пишут эту функцию, вот, сейчас покажу. Значит, я напоминаю, что существует так называемая метрика Рейснера-Нордстрема, это когда сюда добавляется член заряда. Ну, мы все понимаем, что реально астрофизической черной дыры мало трудностей представить, что там будет висеть нескомпенсированный электрический заряд, и более того, даже были работы, я не помню, там, сколько, 10 минут времени жизни такой черной дыры, пока она, так сказать, не сбросит заряд. Но теоретически такое решение есть, и самое главное, давайте посмотрим на это решение с другой стороны. Смотрите, у нас здесь стоит единица на R, единица на R квадрат, и так далее. Вот, видите? Дальше можно написать член единицы на R куб, и мы понимаем, что это не только метрика, так сказать, с зарядом, а вообще, говорят, ряд Тейлора. Видите, да? То есть, у любой, вообще говоря, если у вас есть решение асимпатически плоское, которое на бесконечности переходит в плоское пространство, то у вас, вот именно, так сказать, у любого решения будет вот такой вот ряд Тейлора, который, конечно, от теории к теории будет отличаться значениями констант M, Q, A, ну и так далее. В принципе, естественно, что далеко лазать не обязательно. Я также напомню, что существует метрика Фридмана и Роберсону Окера, это расширяющаяся вселенная. Вот, я сейчас не буду тогда с вашим позволением вдаваться в очень большие детали. Единственное, что я подчеркну, что если черная дыра может существовать без материи, например, метрика Шваршида является решением вот этих вот уравнений, когда Тейминю равно нулю, то для космологии для космологии расширений не будет, без материи расширений не будет. Это очень важный момент, то есть, именно без, так сказать, пространства, без какого-то распределения материи, так сказать, организовать расширяющуюся вселенную нельзя. Ну, вот опять-таки, так сказать, насчет относительности хотел бы, так сказать, вот, чтобы немножко привести пример. Вот, видите, да? Итак, теперь давайте, так сказать, снова перейдем к какие проблемы. Вот, то, что я вам рассказываю, то, что общая теория относительности является базисом современной астрономии, это вы знаете гораздо лучше меня. Давайте обсудим, какие существуют проблемы общей теории относительности и, соответственно, как эти проблемы можно было бы решать. это экспериментальные данные, современное представление о распределении типов материи во Вселенной по данным ВМАП. Ну, понятно, что там от миссии к миссии эти цифры могут немножечко уточняться, но важно, важно, что, вот, видите, фактически мы теоретно, что у нас 22% темная материя, 74% темная энергия. То есть, фактически, самая главная проблема, теория относительности заключается в том, что она описывает аж целых 4% вещества в нашей Вселенной. А все остальное, так сказать, приходится какие-то подпорки вводить и сейчас будем обсуждать, что это за подпорки и, соответственно, что можно сделать. Вот это вот самое главное. С одной стороны, теория относительности в Солнечной системе работает великолепно. Вы можете взять любой смартфон, так сказать, запустить там навигационную программу и, так сказать, убедиться, что он действительно вас позиционирует там, где вы есть. Это, кстати, там тоже используется вот тот самый ряд, который мы с вами, который выписывали. Тот самый ряд Тейлора, он там есть. С другой стороны, попытка выйти за пределы Солнечной системы, вам вот, вы тут же утыкаетесь либо сюда, либо вот если на вне галактических масштабах сюда, и надо что-то придумывать. Давайте начнем, так сказать, вот как раз то, что я обсуждаю с вами, темная материя, темная энергия. Самый простой вопрос темной материи. Ну давайте, а, ну вот еще, да, еще по-другому. Отсутствие квантовой теории гравитации. Что это означает? Это означает, что если у нас электромагнитная, мы знаем, что есть квантовая электродинамика, как минимум потому, что есть 30-тон ландавшицы. Значит, соответственно, есть электрослабое взаимодействие, есть квантовая теория. За дубль в обозон, так сказать, который появляется в этой теории в 80-м году была дана Нобелевская премия. Есть сильное взаимодействие. Соответственно, вот это вот, то, что называется стандартная модель физики высоких энергий, это электрослабое плюс сильное взаимодействие. Вот, и пока что вот оно работает и подтверждается во всех экспериментах, включая большой адронный коллайдер. Дальше. На данный момент отсутствует единая теория всех физических взаимодействий. Можно построить великое объединение, это объединение без гравитации, сильное плюс электрослабое взаимодействие. Для тех, кто знает, скажу, что это на основе можно сделать группы, например, СУ-5 и так далее. Но вот единого описания на данный момент, которое было бы всеми принято, не существует. Есть теория, конечно, есть теория струн, есть какие-то другие подходы, суперсимметрии. Проблема только в том, что все экспериментальные следствия, которые эти теории пытаются предсказать, их никто не нашел. Поэтому пока что это все идет на уровне математических построений. Еще одна проблема теория относительности, она, в принципе, намечена уже и в ламдау лившице, это отсутствие законов сохранения. В каких-то ситуациях работает псевдотензор энергии импульса, но опять, это, знаете, такой способ из серии подставили дощечку под машину вместо домкрата. Ну, по законам сохранения регулярно до сих пор идут большие работы, в частности, у нас докторская защищалась Саша Петрова как раз по законам сохранения в общей теории относительности. Дальше, в общей теории относительности есть проблема протяженных тел. Есть цикл работ, в которых люди пытаются рассматривать не точечное взаимодействие, а, например, падение протяженного тела в черную дыру, но при этом не переходя к ньютоновскому пределу, как, например, это сделается для расчетов слияния черных дыр или нейтронных звезд для лайги. У людей появляются сингулярности даже до горизонта. Ну, опять-таки, отсутствие экспериментального подтверждения новых подходов в теории много, только проверять не на чем. Ну, и на самом деле проблемы, так сказать, можно называть и называть и называть. Сразу вопрос, а что делать дальше? То есть, как бы, куча всего есть, вот, и теперь как-то надо из этого выплывать. Начнем. Значит, напомню про самое-самое первое, ну, не самое первое по счету, но давайте начнем с так называемой дефицерной ньютоновской динамики, МОНДО. Что это такое? Вот, на самом деле можно объяснить в двух словах. Вот, кривую вращения, так сказать, галактик, она известна с 30-х годов. Так? Вот кривая вращения. Причем, если мы должны строить ее по теории относительности, она будет кривая А. Реальная, экспериментальная, ну, наблюдательная, вернее, кривая, она совпадает на малых расстояниях, а на больших расстояниях у нас получается как будто там так, что как будто вот в этой части у нас есть какая-то материя, которая играет, работает в гравитации, но не видно, но мы ее не видим в оптике. Ну, или там каких-то других электромагнитных. Соответственно, есть два подхода. Подход номер один. Это то, чем сейчас занимаются, например, коллеги из Института ядерных исследований, которые говорят, что, наверное, там сидят частицы типа мьютролина. Вопрос только сразу все хорошо, а эту частицу, так сказать, LHC уже сколько ни искал, найти не может. LHC – большой адронный коллайдер, вот английская аббреватура, Large Adron Collider. Поэтому есть, возможно, второй подход. Давайте мы скажем, что закон Ньютона – это очень хороший закон, но, как и любой физический закон, у него есть свои границы применимости. И таким образом, что, например, он хорошо работает на малых масштабах и в нашей Солнечной системе, естественно, но при этом на больших масштабах как-то что-то начинает работать другое. Самый простой вариант. Смотрите, у нас есть силы притяжения M1, M большое и малое на R квадрат. Здесь я прошу не обращать внимания, правильно было бы ставить модули, рисовать стрелочки. Мне сейчас важна именно такая идеологическая основа. Смотрите, мы хотим описать вот эту кривую. Кстати, напомню, что знаменитая формула Планка – это тоже была интерполяция. Так что ничего там страшного-то и нет. Соответственно, давайте мы допишем сюда вот такой вот член единицы минус бета R квадрат. Причем скажем, что бета очень-очень маленькая. Соответственно, у нас тут стоит R. В тех областях, когда R мало и бета маленькая, экспериментарь, ну, например, так сказать, например, значение, которое дает Мельгром, 10-14, например, что-то вот такого типа. То есть, когда в тех областях, когда R, ну, например, в районе единички лежит, правильно? Давайте сейчас отрешимся, ну, например, меряем в астрономических единицах, вот, не в планковских, естественно. Когда у нас R – это около единички, правильно, то мы 10- здесь у нас будет, так сказать, ну, это корень, когда R мало, R мало, так вот, мало, то здесь у нас с вами, видите, то есть R единичка, бета 10-14, вот, ну, если R еще меньше, соответственно, так сказать, тоже меньше, в общем, на вот этих вот расстояниях можно подобрать значение бета так, что вот этот вот член будет много меньше единички. Соответственно, на малых расстояниях, вот здесь, мы можем и пренебречь. собственно, вся физика это и есть, так сказать, выкидывание значений по порядку величины. Но, когда мы ушли вот сюда, вот в эту область, у нас уже R становится большим, и мы, наоборот, имеем право выкинуть единичку по сравнению с членом бета R квадрат. И у нас скобки остается бета умножить на R квадрат. После чего, как вы видите, R на R сократится, и мы получим, вот, пожалуйста, вот вам прямая инвести. Самый простой случай. Это то, что называется Modified Newton Dynamics, модифицированная ньютоновская динамика. В принципе, подход неплохой, но, правда, так сказать, сейчас люди, по большому счету, от него отказались, потому что он порождает много проблем, начиная с астрономических данных по несовпадениям центра тяжести и оптических центров для скоплений, а здесь, как вы понимаете, все должно быть симметрично. Ну и вот, кончая данные о том, что тут если все это аккуратно расписывать, у вас появляется массивный гравитон, там существование массивного гравитона недавно было очень жестко ограничено. Дальше. То есть, теперь, значит, темная энергия. Значит, стандартный подход для темной энергии, это, как вы видите, вот такая модернизация действия. У нас с вами есть скалярная кривиза и у нас есть лямбда, которая называется космологическая постоянная. в принципе, все хорошо, но с одной стороны, да, это хорошо, и более того, как вот по словам Алексея Санча Старобинского, вот эта вот модель, это лучший фид для современных данных по сверхновым, то, что он называется, по ускоренному расширению вселенной. Это лучший фид. Но понимаете, с точки зрения, например, школьной математики, посмотрите, у нас решением задачи, например, в бассейн там вытекает вода, вытекает вода, мы получаем неправильный ответ, но мы туда вставляем специальный коэффициентик, чтобы получить правильный ответ. Но как-то оно некрасиво немножко. Вот. Более того, еще важно то, что лямбда не соответствует ни одному известному типу физического взаимодействия. то есть были попытки связать, например, с энергией вакуума, с какими-то эффектами электромагнитных, сильных, слабых, ничего. То есть здесь если там смотреть, то лямбда это 10 минус 123, в той шкале, где, например, постоянно электромагнитов взаимодействия это 10 минус 2. И все остальные. Ну, конечно, можно заняться нумерологией. Например, поиграть и так сказать вот если мы возьмем такую константу, возведем ее в квадрат, разделим на такую, подобрать можно. Вопросы физических смыслов там есть. Поэтому придумываю опять-таки вот по тому же подходу, который обсуждался раньше, значит, необходимо просто расширять общую теорию относительности. Самый простой способ расширить общую теорию относительности это добавить в нее скалярное поле. Ну, вот здесь я пишу модель Бранца-Дикке как первая так сказать модель гравитации со скалярным полем. Ну, видите, тут она скалярное поле фи, но здесь она немножко более хитрым образом связана. Это было сделано для того, чтобы с помощью этого скалярного поля смоделировать значение постоянной Ньютона, гравитационной постоянной. Но, как ни странно, модель оказалась гораздо богаче, чем изначально авторы в нее вкладывали. И, собственно, вся основная, вся современная терфизика, современные все модели, сидят на Бранце-Дике. И это Бранц-Дике как первое расширение общей квадрате гравитации. Вы пишете сюда скалярную кривизну, затем пишете скалярную кривизну в квадрате и делаете такой ряд. Ряд, конечно, можно сделать более сложным, но, если вы посмотрите, то, моделируя, подбирая вот эти величины, кстати, была популярна модель, когда R были с дробными степенями, например, были модели с степенями типа 3 вторых, 4 третьих и так далее, то это, так сказать, вот, это дело. Но опять-таки, смотрите, вы можете написать, все сводится к чему? Смотрите, вам нужно описать дополнительный вклад, самый простой вариант, это вот написать сюда скалярное поле. В принципе, модель Бранца Дики с потенциалом уже для ускоренного расширения Вселенной работает. Другая проблема, что вы вопрос о природе космологической постоянной заменили так сказать, заменили вопросом, что такое это скалярное поле и почему потенциал имеет определенные значения. Мы фактически перебросили решение проблемы на более высокий уровень, скажем, вместо ремонта раковины в одной квартире на ремонт техники во всем районе, например. Но в любом случае это подход. Опять-таки, здесь вот этот вот ряд призван вам дать вклад, который смоделирует вот эту космологическую постоянную. И, собственно, вот это основной подход, который исповедует современные вот эти вот расширенные теории гравитации в литературе, ну, в англоязычной называется Extended Gravit. Давайте еще раз обсудим, что такое модель Бранца-Дики. Вот, так сказать, я уже даже название тут выписал. Исторически было сказано, что гравитационная постоянная пропорциональна обратному значению поля. Значит, в пределе омега-стремящейся к бесконечности модель переходит в теорию относительности. Из наблюдательных данных Кока-Синьи-Гюйгенс было наложено ограничение, что вот эта омега должна быть больше 50 тысяч. То есть модель вполне рабочая, модель работает в Солнечной системе, модель имеет, естественно, хорошие все пределы и наработает. Но уже даже на уровне этой модели можно оценить несколько очень интересных значений. Я опять-таки напоминаю про существование космологической метрики в расширяющейся Вселенной. Давайте посмотрим, как будет выглядеть решение типа расширяющейся Вселенной для такой модели. Смотрите, вот стандартная космология. Вот у нас с вами есть большой взрыв и вот у нас с вами есть масштабный фактор. Это стандартная космология. Красным названо красным здесь нарисовано стандартное решение Фридмана Роберсона Уокера для просто стандартной для общей теории относительности. Но в то же время, если мы добавляем скалярное поле с потенциалом, то решение немножко меняется. У нас появляется такая синяя ветка, которая не улетает в сингулярность. Это явление сейчас активно обсуждается, оно давно уже, оно известно больше 10-15 лет. я здесь показал, что это значение дельта больше нуля. Явление называется отскок, отскок масштабного фактора, в англоязычной литературе это баланс. Значит, это первое, что у вас получается, и в принципе надо отметить, это главный способ, с помощью которого решают, например, проблемы теории. мы помним с вами, что теория вроде бы считается неприменимой, когда в ней вылезают сингулярности. Вот у вас способ решения сингулярности, что у вас вместо сингулярности появляется отскок. Вот самый простой способ решения, например, сингулярности. Действительно, отскок масштабного фактора, этому посвящено довольно много статей, он появляется очень во многих типах теории, его активно обсуждают, но я говорю, так как здесь лекция такая довольно ознакомительная, я позволил себе кучу ссылок не писать. Давайте еще раз подумаем насчет гравитации со скалярным полем. Вот то, что я уже сказал, у нас есть модель Бранца-Дики, у нас возможно, так сказать, F-R гравитация. Чем такой подход лучше? Ну, сказать, что он лучше или хуже, конечно, это на данный момент сложно. Это можно будет говорить, когда получена будет противилечивая теория. Такого пока здесь нет. Но как минимум, чем этот подход кажется более эстетичным? Тем, что у вас здесь скалярное поле стоит, и, соответственно, вы должны ответить на вопрос, откуда оно взялось? Что это такое? То есть, либо это инфлатон, поле, обеспечивающий инфляцию, либо это какие-то, например, охвосты размерности каких-то, либо еще. И почему потенциалы имеют, так сказать, для космологии там имеет вид, там есть целая наука про slow roll potential, потенциалы медленного скатывания и другие, чтобы воспроизвести именно космологическую постоянность 10 минус 123 здесь все чуточку попроще потому что у вас чистая геометрия и вы просто говорите ну вот мир такой у нас скалярная кривизна в квадрате в кубе ну правда сразу проблема что вы получаете уравнение поля четвертого порядка но в принципе понятно зато правильной асимптотики значит я бы хотел помянуть небольшую историческую справку на самом деле на этих моделях сейчас очень много стоит и интерес к ним последние пять лет как ни странно проснулся еще раз на самом деле физики очень много цикла это модели Хиггса тот самый Петер Хиггс тот самый да частицы которого недавно открыли ну как недавно несколько лет назад открыли на большом адронном коллайдере но Хиггс тоже баловался в молодости и такими вещами вот и давайте обсудим Хиггс была работа в ново-чементе в 59-м году которым он так сказать попытался ответить на вопрос что будет если вы рассмотрите вот так вот что будет если у вас будет устоять скалярная кривизна в квадрате а не просто столярная кривизна также его интересовал вопрос а что будет если у вас здесь будет так сказать вариант Тензора Ричи в те годы про темную энергию конечно народ не знал но естественно что свойственно людям свойственно пытаться выйти за границу и пытаться поиграть поэтому наверное было опубликовано в ново-чементе а не в том же физреве значит было показано инвариантность относительно преобразования вели то есть преобразование через растяжки было показано что вот эти уравнения сводятся к уравнению Мольштейна с космологически постоянным то есть вообще говоря можно вот это все свести к уравнению космологически постоянным вот кстати просто небольшая ремарка вот именно к этому к этим лагранжанам интерес проснулся и особенно в свете вот этого очень сильно проснулся последние несколько лет с развитием так называемой конформной гравитации когда люди пытаются и проклантовать потому что там и получается проклантовать например понятно что пока первые шаги делаются настоящие может быть до настоящих проблем люди не дошли но пока что пытаются вот и значит здесь получается что ничего страшного не происходит просто все это дело можно свести с помощью преобразований к уравнению Мейштейна с космологическим постоянным дальше куда идет дальше развитие значит в принципе лет 10 ну наверное лет тоже 5-7 назад стали очень популярны модели хармдески значит вот у нас есть ФАТР гравитация скалярно-тензорная гравитация наиболее общим случаем скалярно-тензорной гравитации будет модель хармдески то есть когда у вас гравитационные действия будет в виде сумма это вот такие вот крокодилы но вы видите что здесь стоят члены четвертого порядка здесь стоят члены от скалярных полей в то же время здесь стоят так сказать у нас члены которые видите тут еще и тензор Эйнштейна завязан женю небольшое вот поэтому это такой наиболее общий вид эти модели стали очень популярны так сказать ввиду того что вот у этого Лагранжиана то есть всей его жуткости уравнения поля будут второго порядка он собственно так построен чтобы уравнения поля у вас были второго порядка это очень важно потому что тогда вы можете воспроизвести например ту же метрику Шваршильда и там метрику Фридмана а я напомню из математики что если у вас происходит скачок порядка уравнений дифференциальных то для нового дифференциального уравнения наличие старых корней совершенно не обязательно это вот сингулярный переход называется математики вот его давно изучают и поэтому действительно если вы хотите чтобы у вас сохранилась метрика Фридмана Шваршильда другие метрики то вы должны так сказать делать так чтобы уравнения поля были второго порядка вот собственно вот из такого так сказать вещи это все делается но правда я отмечу что недавно на эту модель были наложены очень жесткие ограничения потому что из-за того что тут вот такие поля стоят они порождают опять-таки массивный гравитон вот но я потом упомяну дальше квантование гравитации в принципе квантование гравитации может преследовать несколько целей либо получить свою собственную модель гравитации то есть которая будет квантована ну потому что иначе непонятно как например описывать большой взрыв вот эти первые то что там так сказать происходило как залезть внутрь черной дыры там сингулярностью так сказать центральной сингулярностью Шваршиде например вот давайте подумаем как это можно сделать какие вообще как это возможно я напомню это была тоже большая статья кстати Лам Лок был научим руководителем Грегори Хардесски так что мир тесен ну вот я напомню так сказать предтрепление к Тензору Эйнштейна вакуумном случае ну вот то что тут на самом деле я так просто мне важен вот этот четвертый пункт сейчас что так сказать Тензор Эйнштейна должен быть линейным по вторым производным вспоминаем Ламда улившится и в этом случае эти вторые производные можно вообще выкинуть сведя просто полным производным и по правилу о том что Лагранжан что на уравнении поле не оказывает влияние полное производное в Лагранжане можно их выкинуть таким образом получается Лагранжан первого порядка уравнение второго порядка вот за счет этого соответственно предложение Лав Лок был отказ от этого дела и тогда Лав Лок была предложена общая формула Лагранжана вот пока видите здесь еще стоит космологически постоянный где здесь стоят такие вот величины метрические это теорема Лав Лока здесь например в качестве здесь будет стоять так называемый Ченгал Сабане который является полной дивергенцией в четвертмерном пространстве времени ну и далее тоже стоят соответствующие Эйлеровы характеристики что так сказать в этом действии важно то что с одной стороны у вас уравнения поля будут все равно второго порядка ну просто потому что например если вы тут рассмотрите Ченгал Сабане вот видите вот эту вот характеристику то в простом виде она вылетит как полная производная ну а если вы ее там например связываете с каким-то полем то по крайней мере порядок уравнения не повысится вот и вот у нас есть такой ряд и он сразу что-то начинает напоминать давайте посмотрим что так сейчас да итак какие были идеи по квантованию гравитации квантованию общей относительности значит ну вот я сейчас так просто так сказать это как бы вводное замечание что идея простая используют разложение по малому параметру вот и соответственно так сказать аналоги с физикой высоких энергий когда идет разложение разложения по постоянной планке то есть в комте диаграммы фрейминга да обсуждали так сказать в курсах и так диаграммы фрейминга бывают напоминают древесные это у вас видите частицы P1 P2 потом так сказать такой участок и снова появляются новые частицы это наиболее грубое рассмотрение взаимодействия двух частиц вот и соответственно вот так сказать здесь мы не вдаемся в детали о том что происходит внутри знаете как у нас когда-то учили на курсах по-моему на радиопрактику в 4-х полюс вы помните там есть так черный ящик у него что-то на входе что-то на выходе а внутри что-то происходит но мы знаем только то что у него на выходе вот примерно здесь наверное будет точно так же существуют однопетлевые диаграммы то есть когда у вас частица когда здесь что-то рождается потом так сказать на выходе появляется что-то может быть другое может быть то же самое возможно так сказать многопетлевые диаграммы когда у вас на входе одна или несколько частиц тут идут какие-то петли и дальше так сказать что-то у вас идет на выходе естественно что здесь возможно какие-то вылеты дополнительных частиц И это, собственно, то, с чем имеет дело физика высоких энергий. Я сейчас не помню, по-моему, люди считают петли физики высоких энергий, по-моему, пятого или шестого порядка. Вот я сейчас, может быть, точно не скажу, но вот именно они вот такие петли считают. Существует правило вычисления таких петель, которое называется построение пропагатора, пропагатор. И, соответственно, это все дело считается, ну, конечно, чем дальше влез, тем сложнее. То там уже получаются, так сказать, довольно сложные вещи. А, соответственно, у нас, давайте вспоминать, еще раз вот смотрим на вот этот вот ряд. Видите, у нас такая, такая, такая. Смотрим на петли и понимаем, что у нас можно, так сказать, связать с древесной, ну, тут какая-то константа идет. Мы можем с древесной диаграммой связать вот такой член. С диаграммой первого порядка можно связать вот такой вот член с Гауссом Банне. Вот. Дальше можно связать уже с поправками. Вот, фактически, у вас получился ряд по кривизме. Ряд квазиклассики. И это, собственно, и есть попытка написать квазиклассическую теорию. То есть теория, которая чуть-чуть приближается, которая, конечно, в своей основе является классической, но при этом учитывает, что там какая-то, что есть квантовые эффекты. То есть, ну, вот аналог того разложения по постоянной планке, например, в атоме водорода, который у нас когда-то на квантовой теории, так сказать, обсуждали. Здесь можно сделать вот так вот примерно то же самое. Вот. Соответственно, это вот ряд поправок по кривизне. Ну, я только скажу, что они, что в какой-то момент это, ну, эта теория хороша, кроме того, что она не перенормирована. То есть там, чтобы, то есть, ну, в общем, ладно, потом. Итак, дальше, струнная гравитация. Еще один подход, это когда вы пытаетесь уйти, может быть, развить вот этот подход и довести его до предела. Вот. Соответственно, на данный момент обсуждаются модели с нарушением Лоренсон-вариантности. Нам все, так сказать, пять, там, шесть лет обучения просто в качестве категорического императива говорится, что главной, так сказать, симметрией является Лоренсон-вариантность. То есть модели, потому что если мы нарушим Лоренсон-вариантность, мы, грубо говоря, встретимся со своим покойным дедушкой или, наоборот, так сказать, со всеми родившимися детьми. Вот чтобы этого не было, если вы помните, там, так сказать, то вводится Лоренсон-вариантность, когда мы не можем попасть, наоборот, в прошлое и так далее. Но есть модели, когда локальное нарушение Лоренсон-вариантности допускается, но такое, знаете, очень локальное, что называется, низенько-низенько, вот, тихонько-тихонько, ну, иногда даже там получаются какие-то результаты. Как направление это сейчас развивается, хотя опять в этом Лоренсон-вариантности были проблемы с массивным гравитоном. Ну, дальше опять-таки сейчас довольно часто люди обсуждают, а давайте мы считать фундаментальные константы не константами, а какими-то функциями. Вы понимаете, что, например, подход очень простой, теоретики постоянно его используют. Вот такой в качестве, так сказать, ну, иллюстрация простая. Смотрите, у нас экспериментально получается, что А равно единице. Например, да? Вот, представьте себе, что формулу А равно единице. Представили, да? Теперь давайте скажем, а у нас там не А, а у нас Б умножить на С равно единице. Следовательно, если в предыдущем случае у нас была необходимость, вот именно А была жестко фиксирована, у нас появилась свобода. У нас уже, например, Б может быть любым, а С, главное, чтобы было единице, делить на Б. Правда? А теперь давайте напишем Б умножить на С умножить на Д. А давайте напишем еще сложнее формулу. Давайте там логарифм ставим. Собственно, это и есть работа теоретика. Вот. Ставить дополнительные параметры, посмотреть, можно ли оттуда что-то извлечь. Ну, собственно, мы сейчас тоже с нами этим занимаемся. Мы смотрим, где можно добавить дополнительные параметры, так, чтобы включить в описание темную материю, темную энергию. Итак, поэтому фундаментальные константы, можно сказать, давайте допустим, что они не фундаментальны, и плывут. Вот, кстати, вот эти плавающие константы, это довольно известная, так сказать, модель. Есть еще подход, называется петлевая квантовая гравитация. Поход простой. Люди отвлекают, это аштекеры и компания. Вот сейчас вот этим вот, Аурельян Бару, так сказать, тоже занимается. Так как хочется, так сказать, процитировать. Надо знать статьи Алексеев Бару. Ну, правда, не на эту тему. Значит, основная идея заключается в том, чтобы вон там, чтобы рассматривать не обычные переменные, а уйти к переменному аштекеру. И замести, как вот Ричард Фейман когда-то говорил, замести мусор под ковер. Так построить формулы, чтобы, так сказать, те скобки Пуассона, они бы, например, были в каком-то замкнутом, например, там, подчинялись группе СО2 с жесткими генераторами. То есть, переводя на русский язык, они бы образовывали замкнутое подпространство. Никаких бы, так сказать, сингулярностей там, никаких бы бесконечностей быть бы не могло. Ну, то есть, понятно, бесконечности никуда не деть, они куда-то там спрятали. Ну, в принципе, направление развивается, так сказать, вот, они даже получают результаты, хотя... Дальше, так сказать, вот сейчас довольно популярна стала конформная гравитация. Вот, в частности, довольно коротко, что это такое. Вот. Значит, я не ожидал, что мы так цвета применяем. Смотрите, конформная гравитация, это когда вы здесь рассматриваете инвариант Тензерабилля, вы допускаете, что у вас метрика инвариантная. Напоминаю, что комфортное преобразование, преобразование, сохраняющее углы. И получается, что, так сказать, здесь у нас, несмотря на то, что уравнение поля четвертого порядка, но в 2008 году нашли, как, так сказать, делать так, чтобы это все было хорошо. Но в любом случае, идея в том, что вот эта модель уже перенормирована. За счет того, что у вас вот такая работает штука. И важно, я почему вам об этом говорю, просто даже те, кто будут довольно далеки, есть вероятность, что, может быть, я не знаю, 90% работы теоретик идет в мусорную корзину. Но есть вероятность, что, может быть, в астрофизике будет проверяться вот эта конформная гравитация. Есть вероятность. Потому что, если удастся что-то интересное найти, то, так сказать, естественно, потом будут люди пытаться лезть. Потому что здесь за счет вот этих преобразований включается в себя решение из общей территории относительности, чем черт не шутер. f от r гравитации. Давайте я еще раз, я понимаю, что я немножко так скачу, но я просто стараюсь так вот последовательно наращивать сложность. Значит, как я уже говорил, действие для гравитации комбинации степеней это самое Тензаро. Возможно, чем на тип единицы, наверное, r минус альфа. Причем, важно какое замечание? Важно замечание, что у вас в f от r гравитации, это главное считается ее грехом, у вас нет возможности, на f от r гравитации, я напомню, когда у вас тут стоят члены типа r, r квадрат, r куб и так далее. В f от r гравитации разные члены отвечают за темную материю и темную энергию. И более того, члены, которые отвечают за темную энергию, несовместимы с темной материей. И наоборот. И то есть, фактически у вас может быть f от r гравитация, только вы должны писать разные версии f от r гравитации для темной материи и темной энергии. То есть, для темной материи своя f от r гравитация, для темной энергии своя f от r гравитация. Вот это вот, пожалуйста, учтите такой момент, что вот единой теории пока не существует. Соответственно, вот как раз я то, что я рассказываю. Еще самый большой грех этой модели заключается в том, что в Солнечной системе она дает ерунду. То есть, ну понятно, вы можете посмотреть, у вас член типа R квадрат, ну хорошо, если просто R квадрат, это с космологической постоянной, но если у вас такие члены будут, вы понимаете, что нормальные метрики Шваршеля с мьютонским пределом вы тут не получите. Поэтому вот тут пытаются, так сказать, решать, вот, это то, что здесь я вам сейчас нарисовал, называется, ну есть несколько способов, есть так хамелеонный механизм, вот. Вот это механизм, когда вот есть, ну основная идея простая, что мы не знаем, как выглядит общая теория гравитации. Мы ее не знаем. Что она где-то существует, большая и красивая, но мы пока не знаем. Мы знаем, что есть общая теория относительности, очень хорошая теория на масштабах Солнечной системы. Вот она у нас есть. На масштабах галактик у нас реализуется, например, вот та самая асимптотика, которая вот хорошо описывает, так сказать, кривые вращения. Ну а сами понимаете, поигравшись, так сказать, с параметрами, вы все что угодно опишите. Вот. Главное, что у вас, особенно если много параметров, то, пожалуйста, вы опишите все, что хотите. Соответственно, вот, существует еще одна асимптотика на вне галактических масштабах, и здесь уже будет другая асимптотика. То есть все эти теории, это асимптотики. Как, например, вот есть метрика Шваршида, единица минус 2m делить на r, у нее есть асимптотика на бесконечности, это единичка, правильно? У нее есть асимптотика на горизонте, вот, когда r равно rh, у нее есть асимптотика в нуле, вот так и здесь. Дальше. Теперь еще, вот, я просто, может быть, как бы, то есть я, на самом деле, может быть, очень много стараюсь информации впихнуть, ну, рассказать, извините за жаргон. Но, так сказать, как мы с Леней договорились, что у вас будет потом возможность посмотреть, значит, презентацию, и поэтому, может быть, какие-то вещи вспомнить. Плюс еще тут по предложению я еще, может быть, что-то буду рассказывать на шестом курсе. Значит, какая основная идея введения дополнительных измерений? Смотрите, у вас есть пятимерное действие, да? Вот оно, L5. Когда вы переходите в четырехмерное пространство, а пока что, так сказать, то, что наше пространство четырехмерное, вы можете убедиться очень легко экспериментально, правда? Ну, или, там, за окошком, мы понимаем, что там у нас только три измерения, но и временное. Вот, часы у всех есть. То, значит, сюда, соответственно, добавится какой-то дополнительный член, который вам смоделирует вот это вот L5. Вот, этот переход называется компактификация дополнительных измерений, еще его называют редукцией дополнительных измерений. Вот, так что, в общем, когда слышат, когда читаете такие слова, не пугайтесь, ничего страшного за ними не стоит. Соответственно, это означает, что у вас есть пятимерный Лагранжан, есть четырехмерный Лагранжан, и вы должны обеспечить переход в обе стороны. Ну, понятно, потому что идея в том, что, так сказать, что когда у нас, вот, например, смотрите, вот можно смотреть, вот можно это так понять. Вот у нас здесь стоит теория относительности, да? Если мы в нее что-то хотим добавить, например, дополнительные члены, то мы, увеличив размерность, мы загоним вот эти дополнительные члены вот сюда. Видите? Да, слушаю вас. А? Ну, как минимум, математика. Нет, идея, я сейчас просто рассказываю математическую идею. Что, смотрите, вот если у вас есть в четырехмерии дополнительные члены, то вы можете, увеличив размерность пространства времени, вы можете загнать их, так сказать, вот в Лагранжан, и у вас в Лагранжан все равно будет маленьким. Это теоретическая идея. Согласен, пока пятимерного пространства никто еще не наблюдал экспериментально. Но с другой стороны, знаете, мы можем в тех областях, мы можем создавать теорию, главное, чтобы мы получили экспериментально проверяемые, правильные асимптотики. А в теории-то можно все что угодно делать, но математически и корректно. Понятно, что если вы, так сказать, хотите, например, запостулировать, что 2G2 будет равно 5, вот, конечно, можно запостулировать, но надо объяснить, почему и где, и как. И где это будет нарушаться. Ну, почему хорошо, если у вас в теории 2G2 равно 5, почему у нас здесь оно 4? А так, пожалуйста, можно вести дополнительные измерения и спрятать у него, например, дополнительные члены. Кстати, это то, чем занимался Альберт Эйнштейн, люди очень часто спрашивают. Теория относительности была создана где-то перед Первой мировой войной. Альберт Эйнштейн умер в 46-м или 47-м годах, по-моему, где-то после войны уже умер. Вопрос, чем занимался Эйнштейн, так сказать, решение Шваршинда было получено в 16-м году, решение Фридуна, расширяющее Селены в 20-м году. Соответственно, чем занимался Альберт Эйнштейн, где вы были, с 9 до 11, так и здесь. Чем занимался Альберт Эйнштейн с 1920-х годов по 46-й? Вот, вот эти вот он и занимался. Он пытался, вот считая, он пытался сюда добавить электромагнетизм и получить единое описание гравитации электромагнетизма в пятимерном пространстве времени. Не смог. Вот, но, по крайней мере, так сказать, идея сама идет оттуда. Поэтому, если мы хотим, например, написать многомерную теорию, а пример многомерия очень простой. Вспомните, понятие конфигурационное пространство. Когда мы решаем задачу, например, в теоретической механике, или в тех же, то мы же вправе, например, задавать конфигурационное пространство. В принципе, здесь тоже вправе так же делать. Итак, есть у нас вот такой лагранжиан. Видите, тут у нас какие-то члены и так далее. Но это первые четыре, замечающие четверых умения. Соответственно, каждый из них мы можем, так сказать, загнать в размерность. И на выходе вы получите такое многомерное лагранжиан. Собственно, это и есть то, что делает теория струн. Это и есть то, что делает суперсимметрия. То есть, увы, так сказать, вот эти хвосты страшные, жуткие, которые непонятно что делают, вы их загоняете в лагранжиан и получаете очень красивую теорию. Только, например, теория струн, она, как известно, десятимерна. Теория мембран, одиннадцатимерная. Когда-то, когда я был, там еще были гетеротические струны. Там было 10, там были еще обычные бозонные струны. Там было 26 измерений. Вот, пожалуйста, если все свернуть, вот вы можете получить многомерный лагранжиан. Ну вот, так сказать, иллюстрация тому, что я сейчас сказал. Я просто просьба, на самом деле, все-таки осторожно относиться. Народ в интернете, иногда такие вещи пишет. Хорошо. Соответственно, у нас получается знаменитая дилемма. У нас есть теория струн, которая существует в одиннадцатой мире, и есть теория относительности, которая существует у нас. Вопрос, что делать с этими дополнительными измерениями. И вот, начиная где-то примерно с 95-96 года, вот именно на этом переходе, при том, что теории струн, законченной версии пока нет. Потому что ни одной частицы, которая предсказывает теорию струн, пока на ускорителях не найдена. Ни на ускорителях, ни в космических лучах. Поэтому, в общем-то, хотя да, струнная комьюнити, она, конечно, считает, что они все правы. Итак, как можно поступить с этим переходом? Есть понятие компактные дополнительные измерения, и где-то с конца 80-х годов появилось понятие некомпактных, даже с 90-х годов появилось понятие некомпактных дополнительных измерений. Что такое компактные дополнительные измерения, я сейчас, по-моему, дальше нарисую. Значит, если у вас дополнительные измерения не компактные, то есть большие, компактные, это означает, что их размер 10-33 сантиметра. Представили, да? То есть это планковский размер. Ну, опять аналогия простая. Представьте, что вы идете по пляжу с очень-очень мелким песком. Вы понимаете, что вы даже голой ногой, голой пяткой, вы не почувствуете отдельных песчин. Вот примерно таким же образом элементарные частицы не чувствуют вот этих дополнительных измерений. Ну, например, мы помним, что там размеры, так сказать, 1-0-1-3, ну, понимаете, 10-33, 10-13. 10-13 там размер частицы, например, 10-33, собственно, размер. Видите, 20 порядков. С другой стороны, появилась идея о том, что дополнительные измерения могут быть и некомпактными, то есть большими. Например, в 2001 году появилась очень хорошая статья Валерия Анатольевича Рубакова в Уфирине «Большие и бесконечно большие дополнительные измерения». Он как раз очень хорошо это рассказывал. Итак, во-первых, решение проблемы иерархии. Проблемы иерархии, это, ну, я, по-моему, не очень понимаю, почему народ в этом проблему видит, но проблема иерархии заключается в том, что, например, у вас в большом расстоянии между константами разных взаимодействий. Помните, что у нас есть постоянное электромагнитное взаимодействие, электрослабого, сильного, и они все довольно далеко друг от друга. Дальше, тут возможность, можно попытаться решать проблему космологически постоянной, ну, раз у нас есть дополнительные измерения, следовательно, их можно написать в качестве дополнительного вклада и сказать, а вот это у нас космологическое постоянное, например. И мы нашли фундаментальную причину, это космологическое постоянное. Ну и, опять-таки, возможная коррекция закона Ньюсона на больших масштабах. То есть, получается, что МОНД в каком-то виде удастся воспроизвести и решить проблему темной материи. То есть, ну, там, опять-таки, может быть, ее решить удастся каким-то более хитрым способом, учтя астрономические ограничения на, так сказать, прямую версию МОНД. Значит, ограничение на размер дополнительных измерений, на Земле, постоянно совершенствуется. Я, честно говоря, не знаю, там, по-моему, на порядок уже подняли, я надо будет уточнить потом. Вот, то есть, я просто, когда-то, когда начиналось, это было 10-4, 10-3, но вот интерес к струнным теориям, вот в 13-м году это было 10-5. Сейчас, по-моему, тут 10-6, 10-7, я, каюсь, не помню. Просто к тому, что вот ограничение экспериментальное. Это просто крутильные весы, проверка закона Ньюсона. Значит, ограничение дополнительных измерений можно дать и из, так сказать, например, ну, вот эти старые данные, потому что сейчас новые, так сказать, есть, но вот когда-то, видите, это сверхновая она была, и вот, соответственно, из нее можно выпущить. Значит, дальше можно, так сказать, естественно, что если вы пишете какую-то модель, она не должна противоречить данным, вот те же Коби, ВМА. Ну и вот последнее, то, что добавляется, вот очень такое значительное событие, это вот это вот килланова. Потому что килланова, на самом деле, она сейчас очень сильно перешерстила все дополнительные теории. Ну вот компактификация колуцикляйна, то есть, что такое, например, дополнительные измерения. Ну, вот видите, у вас просто циклические координаты. У вас, если обычные, то, значит, представьте себе вот такую вот трубу. Вот, соответственно, у вас вот это вот вдоль трубы находятся координаты, которые вот в наших четырехмериях, опять дополнительная координата, вот такая кругленькая, вот, и она вот с помощью этого называется компактификация колуцикляйна. Естественно, что вот эта вот величина, если вы сделаете радиус этой трубы достаточно маленьким, то у вас величина у будет небольшой. Ну вот здесь я просто на этой картинке, что мне когда-то из СССР на ребята прислали, как строились модели мирно-бранья. То есть, видите, у вас, так сказать, полная... У вас есть четыре измерения, и есть дополнительные измерения. Соответственно, вопрос, как бы сделать, так сказать... Вот, вот модели, которые начали обсуждаться, это модели мирно-бранья. Ну, опять-таки, сейчас пик интереса к этой модели, наверное, уже прошел. Вот, потому что, опять-таки, во-первых, очень сильно ограничила Келланова, а во-вторых, они на самом деле дали тоже... Но склад был интересен. Смотрите, что такое модель мирно-бранья? У вас есть так называемая брана, вот здесь вот такая штука, на ней живет материя. Материя с браной выходить не может. Не только гравитация позволит, составляться в дополнительное пространство. Вот эта поверхность получила название прана, от английского слова brain. Вот это получило название балк, английское, в русском, но его, не знаю, часто просто так балком называют. Я помню, в чем сейчас уже, наверное, народ привык. Я когда 10 лет назад писал докторскую, я помню, что вот была проблема, как назвать, потому что на слово балк куча народу, так сказать, делала стойку, говорила, зачем нам муфицизм. Но сейчас вроде бы уже привыкли, поэтому... То есть где-то в литературе можно встретить, так сказать, слово дополнительное. Я писал дополнительное пространство. Вот. Ну, где-то кто-то уже пишет балк. Кстати, также история была, например, с такой понятией рехитинг, вторичный разогрев. Но сейчас я уже смотрю, и это выход после инфляции. Но сейчас уже народ, в общем-то, и пишет рехитинг, и даже в российских журналах, и, в общем, даже вроде как редакторы пропускают. Ну вот есть модель ADD. Это, видите, у вас тогда узкая. То есть у вас, так сказать, модель, все живет здесь, но она вот узенькая. Модель хороша, так сказать, тем, что она для элементарных частиц хорошо работает. То есть для элементарных частиц живут в многомерии. А, соответственно, мы живем, так сказать, и для нас это измерение мало. Астрофизика, она вот живет вот так, вот где-то вот тут. И поэтому для нее это узкости. Вот. Так, стоп, не то назову. Ага. Дальше. Я не туда нужен, стой. Это модель ADD. Аркани Хадин, Дмитроп Тулус 2. Вот в этой модели, в этой модели есть жутко интересный эффект, который вызвал такой шум, что отголоски, на самом деле, до сих пор число, так сказать, доносится, хотя, конечно, основное прошло уже. Смотрите, в этой модели, так сказать, утверждается, что постоянный Ньютон не фундаментальный. Существует многомерное фундаментальное гравитационное постоянное. И, соответственно, вот есть многомерное гравитационное действие. А вот теперь смотрите за руками. Значит, в низкоэнергетическом приближении основной вклад будет у вас идти от наших четырех измерений. Где L, масштаб дополнительных измерений. Смотрите, у нас есть вот такой вот интегральчик. Мы его разделяем на основные и дополнительные измерения. И вот эти дополнительные измерения, ну, раз они, так сказать, примерно малы, мы просто обозначаем их масштабом. Видите? Вот. Вот, так сказать, такой, переводим на русский, смотрите за руками. Потому что вот благодаря такому вот, так сказать, не знаю, как аккуратно сказать, вот, благодаря такому, так сказать, действию можно получить, что фундаментальная масса планка связана с четырехмерной через объем дополнительного пространства. Ну, вот там с помощью степени, неважно. Важна вот такая связь. Ой, блин, а что же он тут нажимает? Это означает, что фундаментальную массу планка вы можете угнать в диапазон одного тэма. Вот смотрите, ведь на самом деле, еще раз я повторяю, красота, что если вы говорите, что у вас есть дополнительные измерения, но их масштаб мал, и ими можно пренебречь, вы их выгоняете вот сюда перед интегралом. У вас появляется формула связи фундаментальной массы планка, ну, то есть фундаментальной шкалы, и вот этой четырехмерной масса планка 10 минус пятый грамм, соответственно, это максимум для элементарной частицы. вот, ну, в тэмах это 10-19 гигаэлектрон вольт, если мы, так сказать, гига будем считать. Так вот, играя вот этой величиной V и вот этими D, а у вас два параметра, вы можете играть. Да, с одним, если D будет равно единичке, одно, вы тут, уже было показано, что в Солнечной системе вы не получите. То есть, что вы не получите, вы против модели, такая будет противоречивая Солнечной системе. Но, а кто сказал, что D должен быть равной единичке, все называете, гуляй рванино, давайте 10 возьмем. Или 7. Для 7, например, пожалуйста, 7,5, 11, как раз, получаете теорию струн. У нас, играя объемом V, мы можем угнать вот эту маску в диапазон одного ТЭЛа. То есть, получается, что фундаментальную планковскую энергию удается, так сказать, угнать, пока теоретически, в один ТЭЛ. То есть, во-первых, проблема иерархии, потому что у вас получаются все фундаментальные константы в этом районе ТЭЛа сидят. То есть, что масштаб взаимодействия, более того, это получается, что у вас масштаб объединения взаимодействия один ТЭЛ. И масштаб квантовой гравитации один ТЭЛ. А следовательно, вспоминаем, у нас возможно рождение черных дыр. Вот. Раз у нас квантовая гравитация есть при одном ТЭЛе, следовательно, при одном ТЭЛе у нас по аналогии с процессами рождения, например, частиц в поле, помните, да, если мы с вами приложим разность потенциалов, сколько там, 500 МФ, по-моему, да? Кто помнит? То у нас родится пара, электрон-позитронная пара. Вот если мы тут сюда приложим просто разность потенциала, то по аналогии были работы, у вас должны рождаться черные дыры. Маленькие. Но должны. То есть, вспоминаем, что мощность большого, что энергия большого дронного коллайдера, энергия пучка, 7 ТЭЛ, соответственно, при столкновении 14. то есть получается, что черные дыры должны рождаться, если это все правильно, на большом адронном коллайдере. Соответственно, в 2003 году наступил пик. Я не знаю, может быть, кто-то из вас читал эти истории про то, что был целый вой по миру перед запуском большого адронного коллайдера. утверждали, что ученым надо запретить запускать большого дронного коллайдера, потому что иначе родится черная дыра, которая всех нас проглотит. Более того, появились анекдоты о том, что у физиков есть традиция собираться вместе и раз в 17 миллиардов лет запускать большого дронного коллайдера. Появился также астрономический анекдот, что по взрывам сверхновых во Вселенной можно наблюдать, где еще запускали большие адронные коллайдеры. В общем, было много. Там какие-то судебные иски были запретить тащить и не пущать. В общем, я помню, что все, кто хоть чуть-чуть что-то понимал, они писали, ребята, там черная дыра малых масштабов, у нее испарение гораздо быстрее. Все, что получится, она просто не успеет родиться, она испарится и все. но шум стоял. По этой причине значит, ну, поэтому запуск большого дронного коллайдера был достаточно скандальным событием. все стояли там, что называется, как вот при посадке самолета в Шереметьево с горением уже там пожарные были. Все были готовы к тому, что сейчас проглотят. Все уже были готовы, так сказать, останавливать, там, тушить и все остальное. Правда, я не знаю, как им черную дыру потушить. Но, по крайней мере, то есть, на самом деле, вы смеетесь, а тогда истерика была большая. Вот. Ну, соответственно, как эту черную дыру, так сказать, искать? Вот. Ну, понятно, сечение рассеяния, поперечный импульс. Ну, идея простая. Поперечный импульс это означает, у вас диаграмма феймная и медиа, диаграмма направленности. То есть, у вас, если рождаются частицы, то они, естественно, вылетают, как бы, ну, более вероятно, что в одних направлениях, менее вероятно в других. Черная дыра распаряется во все стороны одновременно, поэтому у вас поперечный импульс, это, грубо говоря, когда у вас появляются какая-то, так сказать, какие-то частицы там, где их быть не должны. Это очень по-простому говоря. Соответственно, вот, 2019 год у нас уже на дворе, никаких черных дыр на Большом Адронном Калайдере нет. Вот, поэтому это означает только то, что, ну, во-первых, никто не сказал, что эта идея закрывается, к большому счету, чтобы угнать гравитацию в диапазон 1 ТЭВа, вам нужно постараться, очень, вам нужно на самом деле все, все вот эти вот константы поставить в свои предельные значения. Но при этом, но при этом, так сказать, ну, в принципе, не только как бы модель, которая есть, но которая пока не подтвердила. Как вы знаете, на Большом Адронном Калайдере пока что стандартная модель. Работать и ничего там нет. Ну, вот, еще одна модель, которая довольно активно обсуждалась, это обсуждается сейчас, это модель Рандал Сандру, Лиза Рэндал, я сам не помню, как звали. Вот, так сказать, вот они, они написали Брана-Антибрана, вот, модель РС1, вот, на самом деле, вот эта статья из Рэй, Лэтос, там ссылок, по-моему, уже больше, чем на Хокинга, и, по-моему, уже скоро сравняется с Новым Заветом. вот, так сказать, вот, то есть, это модели Брана-Антибрана, вот, то есть, у нас, причем, в одной модели ТФ одну Брану можно угонять, и вы получаете дополнительные измерения бесконечно большие. Это было главное. Значит, идея заключается в том, что Брана обладает натяжением, и, так сказать, индуцированная метрика гравитации. Физические поля живут на Бране. В чем главная идея? За счет вот этих вот дополнительных вкладов от Браны вы можете смоделировать космологическую постоянность. В свое время, кстати, появилась даже модель, называлась она Экперотик Юниверс, о том, что реально имеется, имеется в виду нераздувание Вселенной, по подобному тому, как у нас, вы знаете, что метрику Фридмана можно проще всего описать с помощью раздувания, например, футбольного мяча, или, например, вот этот шарик, который там дети надувают, нарисуйте на нем звездочки, надувайте, и вы увидите, как они все друг от друга разбегаются. Значит, ну, опять-таки, в 2018 году на эти модели было жесткое ограничение, что плоская Брана, но, в общем, никто их пока по большому счету не закрыл. Ну, вот я просто в качестве, так сказать, иллюстрации большой адронный коллайдер старый, вот, напомню, как, так сказать, позон Хигса, так сказать, на нем нашли, вот, ну, правда, как обычно объявили за год до того, как реально что-то там, так сказать, подтвердили, это уже беда всей современной физики, потому что деньги. Дальше. Еще одна тема, которую я бы хотел с вами немножко обсудить, это способы проверки расширенной гравитации. Вот мы написали Лагранжиан, вот, хорошо бы его еще как-то проверять в каких-то предельных случаях. Как это можно сделать? Существуют довольно стандартные способы уже, которые хорошо разработаны. Кост-Ньютонский формализм. Я, так сказать, на самом деле это важно, потому что на этом развитии пост-Ньютонского формализма сидят все двойные пульсары. Поэтому те, кто будет работать с двойными пульсарами, ну, понятно, что теория двойных пульсаров, когда из них пытаются какую-то информацию извлечь из пульсарного тайминга, она сидит на пост-скеплеровском формализме, который просто развитие вот этого ППМ. То есть, что это такое? Теория гравитации представляется в виде теории Ньютоновской, которая явно проверена очень хорошо. Ну, вот с таким набором параметров и дальше теория. В общем, эти параметры, так сказать, стандартным образом строятся разложения, но вот по тому самому Лагранжану, по тому самому, так сказать, Риану Тейлор, который я показал. Вот. И эти параметры, они померены экспериментально. Если у вас теория, эти параметры не совпадают с экспериментальным значением, теория, так сказать, идет в условной корзине. Ну, вот эти, я просто говорю, что чему равны здесь, что это такое постмитоновские параметры. Ну, реально работают с гаммой и бетой, за них лазают уже редко. Ну, и, кстати, они лучше всего по Амелину. Ну, вот, в частности, так сказать, наиболее точные значения сейчас получены из лазерной локации Луны. Это вот эксперименты ГПЛ НАСА. занимается наш сотрудник Слава Турышев. ну, вернее, как он когда-то был у меня куратором. Вот, вот, сейчас он, конечно, как вы видите, сидит в НАСА. и тут время присылает. Вот, так вот, видите, вот, соответственно, они получили наиболее точные значения. И, вот, я просто к тому, чтобы связь, то, чем вы занимаетесь. Вот, например, вот одно из направлений астрономии. Вот, и фундаментальной теории. Соответственно, вот, есть. Дальше. Вот то событие, которое я уже недавно упоминал, вот, несколько раз упоминал, это вот тот, о котором вы тоже были свидетелями, это Келланова, вот это вот событие ЖВ-17 на 8-17. Когда было, так сказать, ну, это вот так, чтобы понять, что астрономия это, в общем-то, массовая наука. Вот, так сказать, вот, соответственно, пошли посмотрим. Я, это просто картинка, это, так сказать, просто с сайта Лайги, где они рассказывают, что произошло. здесь важно что? Важно то, что так как это было очень близко от нас, то, ну, вот здесь вот видите, написано, так сказать, где-то там расстояние 130 миллионов световых лет, вот, ну, естественно, вы лучше меня знаете, как это перевести в парсеки, я как теоретик сразу скажу, что давайте так сказать, приравняем их к единице, событие, значит, важное замечание, важно то, что был зарегистрирован в том числе электромагнитный сигнал. И более того, самое главное, что расстояние между регистрацией гравитационного электромагнитного сигнала составило, ну, здесь примерно 2 секунды, они пишут, на самом деле 1,6 секунды, если быть более точным. Или 1,7 секунды, вот, не важно. Но важно то, что у вас получается разница между гравитационным и электромагнитным сигналом 1,7 секунды. Это что означает? Это мы сразу понимаем, что свет и грав-волна идут по одной траектории. Задержка света тоже легко объяснима. Я думаю, я просто сейчас здесь не буду этим заниматься. Я думаю, что вам, так сказать, на курсах это рассказали гораздо лучше меня специалисты по звездной динамике, там и все. Но, с точки зрения проверки расширенной гравитации, у вас получается, что наложено ограничение на массу гравитона. Вот я тут еще когда-то, я просто честно скажу, я взял как со своей, то, что я когда-то здесь рассказывал, на землянском семинаре, поэтому тогда это было еще в виде архива. Сейчас эта статья естественно опубликована, поэтому сейчас там ссылка по ПРЛ должна быть или нет, прошу прощения. Масса ограничений очень жесткая на массу гравитона. Это свет, еще раз, свет, игра в волны идут по одной траектории. Более того, масса гравитона около, ну вообще видите, она почти 0. Вот как раз ограничение на сравнение скорости света и гравитационной волны, вот видите, до 10 минут 16. Значит, важное замечание, итак, что это важно? Во многих моделях расширенной гравитации у вас наборы идут скалярных полей с потенциалами. Это означает, что у вас может корректироваться скорость света. За счет чего? Вы все, так сказать, ну слово такое, думаю, знаете, механизм Хиггса, да? Это когда у вас, если у вас есть частицы, то есть если у вас есть скалярное поле, то там можно немножко перебросить и грубо говоря, и, так сказать, механизм Хиггса, это механизм, с помощью которого частицы получают массу. Если у вас был безмассовая частица, то после взаимодействия с калибровочными полями у вас будет массивная частица. То есть и за счет того, что у вас много полей, много членов в лагранжане, у вас можно организовать в радиотехнике паразитную обратную связь. То есть у вас получается, что у вас темная энергия будет корректировать скорость со стороны графа волн. измерение соотношений, поэтому все модели, в которых скорость со стороны графа волн и света не совпадают, летят в уссорную корзину. Вот с 17 августа 1917 года, то есть почти два года назад, то есть с этого момента очень много, я бы сказал, половина современных теорий полетела в уссорную корзину. Вот, например, здесь такая теория бигравити. Бигравити это простая теория, в которой у вас просто рассматриваются две метрики, то есть у вас есть фоновая метрика и есть эффективная. Вот, они за счет этого пытаются решить проблемы с законом сохранения. Ну, вот, здесь, опять-таки, тогда мне очень понравилась табличка, я ее, так сказать, поэтому и вам, так сказать, оставляю, видите, то есть какие теории выжили после G18-08-17, какие они то есть если вы видите, что у вас вот эти вот наполовину харм-дески повылетали, так сказать, ну, тут дополнительные модели, так сказать, повылетали, вот, но комфортная гравитация выжила, бронз-дикий фатертоска частично выжили, вот, ну, квинтэссенция, лямбоседель, никуда, естественно, не делась, общая сфера относительности выжила. То есть вот, видите, вот, соответственно, это вот, то есть на самом деле граф вот этого события G18-18-17 явилось, по-моему, одним из наиболее крупных способов проверки и отсева современной гравитации, кроме постмутненского формализма, кроме посткеплеровского формализма, двойные пульсары, например, кроме всяких моделей оценок, например, на масштабах скоплений, когда вы уже пытаетесь как-то смоделировать космологическую постоянную. Вот еще существует такая вот спектакль. Вот существует так. Ну, это вот, так сказать, ждем новых результатов. Вот. Ну, все, тогда я, наверное, вот как раз я на этом заканчиваю. Хорошо, я бы попытался дать вам, так сказать, какой-то краткий, может быть, введение, обзор. Понятно, что очень, так сказать, обрывочный, очень такой скачками, голопом по Европам. Вот. Давайте я тогда, у нас еще с вами осталось 10 минут, я буду рад ответить на ваши вопросы. Кто не спит еще? Дослушались? Я не спил. А, вау! Понятно. Дослушались. Спасибо. Нет. Понимаете, в чем дело? Нет. во-первых, темной энергии нету в стандартном фридманском сценарии. Но, дело в том, что, понимаете, это же экспериментальный факт, за него должны быть такой премиер дали, за его открытие. Вот это вот ускоренное решение вселенной из этих сверхновок. И, поэтому, наоборот, задача, так сказать, его включить в рассмотрение. То есть, сделать так, чтобы его смоделировать, не просто космологически постоянный, который у вас, ну, поправочка стоит, на то, ведь, согласитесь, космологически постоянный поправка на то, что мы не знаем, что там происходит. Вот мы там написали и все. А, важно найти такую, важен такой подход найти, который бы в идеале вам создавал единую теорию всех физических взаимодействий, гравитация сильная и слабая или промагнитная, который был бы квантован, при котором гравитация бы квантовалась и при котором бы у вас естественным образом получались бы объяснения как кривых вращений галактик, так и ускоренное решение Вселенной. То есть, знаете, задача в этом, а если мы не хотим, так сказать, рассматривать ускоренное решение Вселенной, тогда есть прекрасная метрика Фридмана, Робертсона Уокера, ради бога, вот она есть, вот она прекрасно работает, закон Хаббла в 30-е годы был открыт, собственно, который был блестящим подтверждением этой метрики, вот, постоянная Хаббла, она, в общем-то, из этого закона, из закона Хаббла прекрасно, ее значения получаются, по-моему, я сейчас не помню, 50 там, да, постоянная Хаббла, вот, и поэтому, то есть, важно будет включить, или я не так понял ваш вопрос, так, как, так, так, да да и . несколько почему дарас вопрос . 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 Во-первых, я вам и сам рассказал вот этот вот подход. Во-первых, это просто иллюстрация, как работает, например, как вообще работает. Это просто иллюстрация подхода. Понимаете? То есть мы берем, добавляем дополнительный член и фактически получаем полное соответствие экспериментальным данным. Почему его используют? Вы понимаете, здесь есть несколько моментов. Во-первых, вам нужна какая-то фенологическая кривая, то есть какая-то фенологическая зависимость. Вот эта фенологическая зависимость, это зависимость, которая получена из экспериментальных данных, и вы не задаетесь целью о связи этой формулы с фундаментальными какими-то основами. Понимаете, что она скорее такая... Она будет следствием. А фэктер гравитации, это здесь... Вы понимаете, в чем дело? Вы просто внесли исправление в закон Ньютона. И все. Понимаете? Вы не задают... Вы на основании этой поправки не можете объяснить, а почему оно так. Вы просто вынуждены постулировать, что закон притяжения имеет вот такую вот форму. То есть МОНД... Проблема в том, что она... Это все хорошо. Но только вы не можете постулировать... Но вы вынуждены постулировать. Вы не можете... То есть потом из ФТР гравитации вы можете пытаться эту формулу вывести, получить. И кричать, и говорить о том, что у вас МОНД есть следствие. Например, во многих действительно теориях, из многих теорий МОНД просто вылезает. Но в МОНДе вот в этом проблема в чем? Смотрите, вы просто... У вас получается дополнительная добавочка. И следовательно, у вас просто изменяется закон взаимодействия. Видите, да? У вас, например, когда мы перешли вот к этой части, единичку, у вас получается, что закон взаимодействия изменился. И это... Вот. А изменение закона взаимодействия означает, что у вас просто появился новый вклад. И, скорее всего, это вклад того, что у вас, например, потяжелел грамитон. Понимаете? То есть здесь проблема в том, что есть такое понятие, как самосогласованность. Вы можете написать какую-то модель, описывающую какой-то один небольшой класс вивлении. Но для того, чтобы эта модель получила статус какой-то теории, надо, чтобы она была согласована с другими. Иначе просто, ну, ради бога, понимаете, что мне мешает вот сейчас этим написать вот эту теорию отпадения, например, вот там, бутылки на пол. То есть, ну, вот сейчас еще вспомню, как раз... УКТА... 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 Да. УКТА. УКТА. Понимаете, здесь проблема вот в чем. Вы все это правы, что у Монда появились проблемы раньше. По-моему, в скоплении пули, я не астроном, поэтому я могу, может быть, немножко, так сказать, было выявлено несовпадение центра тяжести и оптического центра. Это был наблюдательный результат, он был декларирован лет 7-8 назад. И это, естественно, ставит крест, как раз на вот эти вот штуки. Второй крест действительно был поставлен, так сказать, ЖВ-17-18-17. Но с другой стороны, там тоже можно понять, потому что это шло из слияния там черных, так сказать, черных дыр. Можно было сказать, что просто там не дошли до таких масштабов. Понимаете? Чтобы все происходило на более маленьких масштабах, чтобы мы не выходили за границы вот этой вот части. То есть, в принципе, поиграть с этими, так сказать, вещами, конечно, можно. Но, я говорю, это первое, это удобная, просто такая феномологическая формула, которой вы можете, так сказать, объяснить какие-то вещи. И плюс, как пример, как вообще работают теоретики. Еще вопросы, пожалуйста. Неужели все понятно? Или наоборот? Из серии непонятно, но здорово. Нет, ну я специально, понимаете, я просто говорю, я сделал головку по Европам обзор. Вот. Поэтому, так сказать, тут на самом деле было забавно. Тут, так сказать, Лена предложила как раз на следующий год прочитать этот, я читаю курс на, так сказать, кафедре квантовой теории физики высоких энергий, как раз про Extended Gravity. Вот. И вот она мне тоже предложили, что на следующий год в качестве эксперимента, ну, выкинув оттуда все калибровочные преобразования, вот, чтобы было хоть как-то понятно, так сказать, попытаться его рассказать вот у нас. Попробуем. Ну, сейчас я, конечно, просто сжал вот такую, ну, попробовать какой-то общий беглый обзор, чтобы просто было понятно, что такие слова есть, и они ничего, так сказать, непристойного не означают. Так, еще какие мысли? Критика. Да, да, я сейчас просто найду. Так. Это? Да. Ну, дальше я гаосубаной не буду. То есть из гаосубаной последней вот этой. Немножко спрошу в другую хотели показать. Я хочу, чтобы выставлялся. Какие? Вот это вот? Веренья. Там, где-то, где-то было. Да. Эли районичный. А, я понял. Да. 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 Дело в том, что, так сказать, здесь имеются в виду модели, так сказать, Деситр Хардесский с Гаоссом Боне. Когда к Гаоссу Боне просто прибавлялось несколько скалярных полей, вот, так что, так что, в общем-то, у вас снова получили... Понимаете, проблема в чем? Проблема в том, что для того, чтобы объяснить темную энергию, вам нужно испортить ассинтетику на бесконечности. И тут проблема в том, что Гаосс Боне в чистом виде, он вам на бесконечности просто убывает гораздо быстрее скалярной кривизны. Ну, просто, если посмотреть на член Гаосса Боне, он, так сказать, имеет вид, ну, он просто, это, так сказать, он там убывает гораздо быстрее. То есть если... И по этой причине, вот, если вы его там спаляли, специально сделаете так, чтобы он вам давал правильную ассинтетику на бесконечности и воспроизводил космологическую постоянную, понимаете, тут проблема в том, что вы... что он у вас, он хорошо, у вас хорошо работает на бесконечности, но при этом начинает давать некарательные результаты уже вот на тех масштабах, откуда шли грах-волны. Ну и опять-таки автоматом вы, приобретя такую ассинтетику на бесконечности, вы автоматом словили, так сказать, массивную гравитону. Ну, словили, извините за такой сленг, не словили, а в том, что вы просто получили, за счет, опять-таки, перегруппировки членов, вы получили просто гравитацию, гравитацию, массивную гравитацию. Понятно, что в чистом виде Гаусс-Банне он безвреден. Потому что это, так сказать, инвариант, в четырехмерном, в общем-то, если даже его со скалярным полем, то есть это модель, которая, ну, в лучшем случае, хорошо работает для квантовой гравитации, знаете. Ну, вернее, квазиплатического предела квантовой гравитации. Когда вы пытаетесь там какие-то ряды писать, и смотреть, а может, что-то интересное даст включить. Сейчас, сходу, так сказать, перевод не могу вспомнить. Вот, я, это теории тоже, так сказать, сейчас, это, по-моему, теории с нарушением Лоренсон-вариантности, я просто точный перевод не могу вспомнить. И там у них есть вот этот, вот видите, с одним из членов А1 равно нулю, который там убивает вот эти вот члены массивного гравитона. Вот, видите, как раз здесь вот эти же модели вылетают в случае, если А1 не равно нулю. Просто это было довольно интересное направление, наверное, оно было популярно, сейчас скажу, лет 7-8 назад. В частности, из наших им занимаются Рубаков, так сказать, и компания. Они пытались, то есть идея какая была? Что в теории Строн есть, значит, состояние спина 2, но с массой. А, соответственно, в теории относительности есть состояние спина 2, но безмассовое. Называется оно гравитон. Вы помните. И была попытка связать, построить теорию с массивным гравитоном, в том числе с нарушением Лоренца-инвариантности. И тогда, чтобы связать как раз переход от теории Строн к теории относительности. Ну вот опять-таки с этой активностью, видите, вот сейчас... В принципе, да, это вот оттуда идет. Люди просто пытались создать, ну, в том числе с нарушением. Еще. Знаете что, у нас уже на самом деле мы, так сказать, чуть-чуть перескочили на то самое, поэтому вам еще не физфакт идти. Поэтому, если есть вопросы, тогда 25-я комната, приходите, присылайте вопросы. Вот. Ну и, в принципе. Ладно, спасибо. Спасибо вам.